Магомед, смотри, вот есть такая статистика Бойцы UFC, в чем имени или фамилии Есть корень Магомед или Мухаммед Идут на рекорде 53-8 И есть подозрение, что будет 54-8 Это 87% побед Вот когда ты слышишь такую статистику Какая у тебя реакция? Ну, реакция Как сказать Всегда хорошая, наверное Какая может реакция Когда все Мухаммеды выигрывают Отличная реакция Выигрывают те, кто Тренируются, трудятся Хотят чего-то добиться Поэтому, наверное, каждый хочет Урвать себе кусок в этом деле Ты очень часто бываешь в Лас-Векасе Нет желания, вот сейчас, когда чеки пойдут хорошие Может там прикупить дом или квартирку Ну, знаешь, чтобы было где остановиться Как приехал Нет, для меня Для меня дом Это Дагестан Я, когда тренируюсь тоже здесь Меня очень сильно тянет домой Ну, Вегас это не мое Но тренироваться здесь хорошо Жить Лучше Дагестана места, я думаю, не будет Мы недавно видели в UFC Embedded Как тебя очень активно Вот терапию делают Вот иглы всякие Всякие интересные процедуры Скажи, ты почувствовал на своем теле Какие-то серьезные изменения в плюс? Конечно У меня была травма Когда Когда болит что-то После спарринга бывает где-то Ударился, где-то что-то опухло У себя есть врачи Они быстро в течение двух дней Тебя ставят на ноги Поэтому Я люблю в Вегас Тренироваться А какая вот из этих процедур Тебе, Магомед, вот больше всего помогает? Ну, мне больше нравится Когда я забитый Мне больше всего нравится И голоколов Она мне быстро помогает Отпускает Магомед, прежде чем мы поговорим О твоем поединке Вот у нас в России Случилось большое событие Подрались Александр Шельменко Магомед Исмаилов Смотрел ли ты бой? У вас вроде утро было Где-то так в день Смотрел ли ты этот бой? Да, у нас был Вечер, можно сказать Да, мы как раз в зале был Мы смотрели этот бой Переживали Ну, они накатили хороший бой Я очень зря, что Выиграл Магомед Я его поздравляю Ну, я Магомеда знаю У него очень хороший бокс Очень сильная борьба У него чуть-чуть проблемы Проблемы были в прошлых боях Функционалка В этом бою он показал На все сто процентов Он и боролся И бился в стойке И даже был готов еще драться И он в конце показал Что он готов еще драться И заходил в пробку Вот таким опасным Молча смотрел Или эмоционально комментировал Где-то, знаешь, может Привставал с дивана Ну, там такого не было Чтобы стат приходилось Чтобы так переживать Мага и с моего Обыгрывал И в стойке И в борьбе Поэтому Просто я переживал Что он может пропустить Шеменка очень опасно бьет Это Петлис За это переживал А так Спокойно Я знал, что Если не пропустят Что он может выиграть Магомед, вот другой твой товарищ Роман Далидзе Удивляет всех Да, со знаком плюс Вот Мы видели тоже В UFC Мбедед Как ты болел за него Скажи, пожалуйста Ты на себе испытывал Вот этот редкий прием С ущемлением икроножной Вообще Ты сталкивался с этим Когда вы с ним работали С Романом Что это такое, знаешь Редкий очень прием Как он Хермансона забил Да, заблокировав Этим ущемлением Да, Роман очень такой Интересный парень У него мощный удар Но в борьбе У него что есть Он вот эту ногу чувствует Очень хорошо Я обычно с ним Не вхожу в борьбу Где он может Ногу взять В общем Он вот эту ногу Чувствует хорошо Он почти в зале Можно сказать С кем он стал С кем борется Он каждому Каждому Может это сделать Магомед, ну Переходим к самой Интересной теме Твой титульный бой С Яном Блаховичем Скажи Как поменяло Твой Оставшийся Период подготовки То, что Три раунда Поменялись на пять Ну Чтобы что-то поменять У нас И так не было времени На этот Предложили Покупально за две недели Мы обычно Готовимся всегда Как бы На пять раундов На максимум Готовимся Поэтому ничего Не поменялось Он просто В голове Нужно Перенастраивать себя К пяти Вместо трех Поэтому Все Обычно Этот Слово Никак Сейчас Передать Я не знаю Но Мы в бою Это покажем Когда клетка Закроется И я думаю Увидит Как Другой Говерт Иши рассказал Такую интересную мысль Что Блахович Очень хорош Против Контрпанчера Ну то есть Против бойца Примерно Твоей манеры Ты согласен С ним То есть В стойке Блахович Тебе неудобен Именно из-за того Что он сам ждет Это мы не можем Сказать Пока мы не столкнемся А если он там Хорош Мы поменяем Другое Что у него Слабое Поэтому Это бой У нас есть Голова Есть угол Тренер Мы всегда Выходим Не напрягаясь Но Я думаю Мы найдем ключи Как его Обыграть Как его Выиграть Поэтому Для этого Нужно время Это Когда закроется Клетка Это уже Произойдет Время придет Поэтому Люди увидят Где Кто опасен Два коротких Вопроса От твоего Боя С Энтони Смитом Меня удивило Как ты его Забил В портре Это были такие Удары С соусом Ты всегда Мог так С короткой Амплитудой Мощно забить Или вот Эта работа Экстрим Культур Над чучелом Граунд Индпаунд Чучелом Тебя так Усилил Твой граунд Индпаунд Ну Я не знаю Это у меня Как получается Все говорят Что у меня Очень Хороший К нам был Мау Ну В общем У меня хорошо Получается Сверху Добивать Ну Я особо Не работаю Над этим У меня Само получается По себе Еще момент Он сломал Лодыжку От твою подставку Вот эта подставка От лоу-киков Ты в последнее время Над этим Как-то особенно работал Или тоже Как-то с опытом Само Просто получается И все хорошо Ну Это бои Мы не можем Если мы поставим План на бой Она может Не сработать Поэтому у нас Мы всегда Работаем Над всеми Разные Разные Техники Если что-то Не ведет Нужно Поменять Другое Поэтому У Сухраба Бывают Всегда Свои загадки Он Говорит Я делаю Бывают Проблем Меньше Мы знаем Что ты Очень скромный Вот Ислам Махачев Недавно Стал чемпионом И впервые В своей карьере Запрыгнул на сетку С пояса Мы можем Увидеть От тебя Что ты Запрыгнешь На сетку Если ты Возьмешь Пояс Пока Вперед Не будем Забегать Мы пока Настроены На бой На хороший бой Поэтому Я пока Об этом не думаю Все может быть Какой бой Будет Мы же пока Не знаем Но я Уверен Что он Будет Очень напряженный После напряженного Боя Бывают Эмоции Поэтому Сейчас Говорить Что-то Я думаю Будет Если даже Скажешь Это будут Пустые слова Поэтому Очень молчат Не могу Спросить А Вадиме Немкове Ты удивился Как он Выиграл Ни разу Не дался Перевести Коре Ну Удивился Я не удивился Я знал Что Вадим Может Выиграть Я просто Переживал Что он Может Устать У него Всегда Ну Прошлый бой Тоже Подустал В прошлом Бою Тоже И У него Не получалось Но В этот раз Он не дал Себя Повалить И Видно Было Что он Был Хорошо Подготовлен Поэтому Я очень рад Что он Выиграл Такого Бойца Как Коре Так Как Я знаю Коре Какой Напористый Как он Борется Это Вообще Я очень Рад И Смотри Какая Ситуация Получается Допустим Вот Даспо Все хорошо Проходит Ты Выиграешь У Яна Блаховича Получается Ты Чемпион Полутяжелым В UFC Вадим Чемпион Беллатор Тогда Возникает Вопрос А кто Лучший Полутяж В мире Как бы Ты Ответил На этот вопрос Мы не можем Отвечать Пока Мы не Столкнемся Почему Потому что Мы с ним Дрались Давно Тогда Выиграл Я Но Сейчас Время Поменялось Он стал Чемпионом Беллатора А я Еще не Стал Но Если Стану Чемпионом UFC Я думаю Это Будет Для Российского ММА Это Очень Интересный Бой Не Только Для Российского Для Всего мира Наверное Чемпионом Беллатора И Чемпионом UFC Но Пока Перед запекать Не будем Если Сказать Навыки У Вадима Нинкова То Он Очень Хорош Набрал Все Сильно И удар И борьбу Все на высшем уровне То Ты Хотел Увидеть UFC Чтобы Он Усилил Ваш Рост Конечно UFC Я думаю Чем Беллаторы UFC Бойцы Сильнее Топ 10 Топ 5 Поэтому Было бы Интересно Я думаю Мы это Увидим Я думаю Он долго Не задержится Максим Сейчас Через Бой 2 Ему Несколько Будет Контрац Ему Придется Прийти Я ходил UFC Магомед Два последних Вопроса Кавказский Мужчина Должен Уметь Накрыть Красивый Стол И Мясо Это Очень Важная Часть Вашей Кухни Скажи Пожалуйста Ты Смог Б Сам Зарезать Барашка Или Корову Сам Взять И Зарезать Животное Все Так Если Придется Я могу А так Обычно Я Попрошу Других Чтобы Придевали А так Если Придется Конечно Я могу И Зарезать И Даже Приготовить Твое Любимое Мясо Какое Если Не Супер Больше Почитаю Барайна Магомед Вот Недавно Юсуф Раисов Уступил Эдуарду Вартаняну И сказал Очень Интересную Вещь Что После Боя Он Даже Не Переживал Не По Поводу Поражения А То Что Он Проспал Утреннюю Случиться Ты можешь Ну Знаешь Проспать Со всеми Бывает Ну Да Он Юсуп Очень Это Очень Красиво Сказал Это Бывает У всех Не только У него Это У многих Бывает Когда Ты Проспишь Утренние Намаз Ну Я Стараюсь Если Честно Не пропускать Но У меня Это Редкость Я Всегда Просыпаюсь На Утренний И После Я Обратно Олежусь И Сплю Магомед И Последний Вопрос Скажи Пожалуйста Как Ты Организуешь Свой День Боя Чем Ты Будешь Заниматься До Момента Отъезда На Арену Вот Это Тоже Надо Думать Обычно Надо Хорошо Выспаться Искупаться Покушать И Я Даже Не Люблю Думать Пока Думаю Обои Я Наоборот Чтобы Отвлечься Я Могу Прочитать Книгу Или Ну Я Больше Время Не Отдыхаю Можно Сказать А Спишь Вообще Хорошо То есть Нервы Не Мешают Перед Боем Последнее Время Последние Пять Час Спаю Тоже Можно Сказать Я Перестал Думать Обои Ночью Я Засыпаю Хорошо У нас Все Сделали Кольца Которые Проверяют Сон Мне Всегда Показывает Хорошо Что Я Уснул У меня Со Сном Проблем Не Бывает И Я Стараюсь Вообще Не Думать Обои Я Больше Начал Ну Можно Сказать Я Осознал Что Это Это Плохо Что Когда Ты Думаешь Переживаешь Ты Спать Не Можешь Нервничаешь Поэтому Я Это Оставил Уже Последи И Я Стараюсь Это Вообще Не Думать Об Это Вообще Не Думать Обои Поэтому Я Засыпаю Хорошо Хорошо Продолжение следует...